Но дальше ты не пойдешь. Это мне в церкви. Вся полнота широта только в церкви Христовой. И мы оттуда как раз... Так вот мы сели за стол утром, рано, чтобы... И вот я вспомнил, как Авраам прислуживал ангелам. Вот точно так же он так вот стоял. И где еще подать? Только снимать это... И все это снято было, кажется, или за столом. Как будто перед ним ангелы были. Нам эти слова люди говорили. Мы выглядели намного выше, чем мы есть. Это молитва. Молитва как ореолом окружала нас и в глазах этих людей. Вот отец Геннадий. Да что сравнивать я и отец Геннадий? Он свеча, горячая на вершине, скажем, дерева, елки. А я там внизу копашусь. Вот он обхватил меня, обнял, и он не отпускает. Это все заснято. И это не в одном месте. Вот приезжаем отец Василий Толстенко. А видите, этот начал Володя снимать немножко. А он, не люблю я это. А он военный следователь бывший. Все убрали. Я ему только одно. Но маленько погоди опять, отец Василий, ну как бы обратно поедем? Народ-то собрать. Но как соберешь? До среди недели, да вы не знаете когда. Я пять. Маленько пройдет, я пять. Отец Василий, а можно бы собрать. Как? А в воскресенье ты... У тебя есть хотя пять человек приближенные? Ну, там сидит там Александра, Татьяна, Людмила. Ты им скажи, чтобы народ к ним подошел и оставили свои телефоны. Когда мы сообщим, что мы едем, эти пять человек лучеобразно раскинут на всю общину. Но дальше не шло. И вдруг он все сделал. И не только снимать не против, а уже на треножнике специалист стоит и заранее ждет. Специалисты, большие специалисты ждут. И все народом заполнено. Надежды никакой не было совершенно. Но это для нас по-человечески. Потому что он сказал нет. Да это не конечное слово. Конечное слово принадлежит Богу. Петя там был. Полностью отказался везде петь. И ушел, и купил какую-то фазенду в горах и живет. Полная трагедия. Потерял веру. Его сын, он был здесь, в короткой биографии. Могучий голос такой. Из себя такой представительный, представляешь. И он служил Антонием. И полюбил, прежде чем в Диакон, надо жениться. И там была такая девчонка, ну прям небольшая совсем, вот как у нас Лена примерно, такая чернявенькая. И она ему отказала. Как такому парню можно отказать? Что она что-то видела, дальше не знаю. Она отказала. И он еще лучше не придумал принять в монашество. У него в природе все многодетные. У него все заложено к тому, чтобы по другому образу. Ну и да, дальше началось что? Характер в нем этот остался. Он заканчивает там консерваторию. И теперь как лучший баритон выступает в Белорусском театре, они пишут в интернете. Наконец-то у нас получен редкого таланта. Он на международных конкурсах выигрывает. И мне даже деньги однажды прислал. И женился. Он ко мне прижал потеряпку. Что делать? Полюбил девушку. Я против того, чтобы принимали обеты. Самое лучшее было Елисабета. Марфа Маринецкая обитель. Они монашеский обед не принимали, но ходили в одеянии, все как положено. Она ухаживает в лазарете за Степаном Ивановичем. Он выздоравливает. И пока ухаживали, они поняли, без друг, без друга им трудно жить. Она подходит, матушка. Вот ходила я за ним. Какой хороший человек. Бог в помощь. Благословила и поехала. Вышла замуж и живет. Я вот за какое. Здесь совсем по-другому. Он приезжает, я говорю, ты дал обет перед Богом. Совершилось таинство. Я могу сказать, прекратить принимать монашество, но ты должен выполнить. Ты уже принял. С Богом не шутят. Бог говорит на небе, а ты на земле. И Бог разрушит твое дело. И все разрушено. Я с ним сейчас беседую. Это все на фотографиях там. Он говорит, никакой у меня веры нет. Я это ни во что не верю. Полная абсолютная трагедия. Это сын священника. Поэтому где ты Богу дал обет, не играй. Мы едем на великое дело благовестия, заповеданное Христом, совершать только в Духе Святом. Ждите обещанного Духа. Мы долго ждали. Мы получили благословение. Может быть, у Евтиихи будем, остановимся. Мы не знаем. Поэтому сегодня мы хотели поблагодарить Бога, вас. И мы уезжаем. Сейчас пообедаем только, и мы поехали. Коллектив у нас собрался такой, что мы все время молимся, чтобы нам дорога-то не распасться, не разъехаться, пешком друг от друга не уйти. Но вернулись все вместе, опять собираемся. Это чего-то стоит. Я скажу, что им со мной не сахар. Но я-то ведь ничего другого не требую, кроме полной безопасности, сохранить машину, сохранить груз и вернуться домой. Задача была выполнена. А какие были неурядицы... Вот представь, я ему говорю, пиши смс, что просишь прощения у тещи, у жены, брату. Он согласен. Он говорит, я еще не готов. Другого выхода нет. Ты их обижал. Ты должен вернуться другой из поездки. Но и с каждым я веду такую работу. Понимаете? Чтобы не допускать нигде никакого хамства, неуважения. И быть внимательными. Слышим мы, что люди даже мимо проходящие, сказал. Милиционер какой-то... Они смеются надо мной. Они не спрашивают. Я говорю, вон полиция, надо спросить. И каждый раз, когда у полиции спрашивают, они выйдут, покажут. И выходят, главное, из машины с автоматом. Я этого не видал. Дело очень серьезное. И они рассказывают. Они как увидят полиции, ну вон ваши друзья идут. А я что, я их врагами никогда не считал. И при том, ни разу не было, чтобы они не ответили и точно не показали. То есть это навигатор живой. В навигаторе могут быть изменения, которые еще не внесены туда. А это живые люди. У нас не было невыполненного ничего. И вот даже в Пличкино, в этот лагерь, прошли мои книги. И все Евангелие отдали. И отцу Геннадию, Василию по две тысячи этих Евангелий дали. Теперь они загружены работать. У отца Василия вот эти наши приглашения-то. Людям раздали всем, чтобы они по городу раздавали. Мы уехали, у нас там продолжается работа. Это новый уровень совершенно. Но сеющий, поливающий ничто. Мы знаем, это круглый нуль. Бог, поэтому он возвращающийся. И молите, чтобы дело это не заглохло. Конечно, невозможное Бог делает. Но трудно к этому привыкнуть, что Бог на такое ничтожество и обращает внимание. Все у меня. Мы уходим. Сережа еще-то руку поднял. Еще с нами ездила собака. Не секрет, что я дрессировкой занимаюсь-то. А для чего я этим занимаюсь-то, вот и выявилось. То есть он нам был по споре. Прям. Мне понравилось, что он подружился с Игнатием Тихоновичем. Кличка у него ураган. Я ему шил на лапы перчатки. Такие резинки сделал, чтобы он там ничего не покорябал в машине. Сначала он вроде как к Николаю, он за рулем. Ему вперед надо смотреть в лобовое. Николай, ну сейчас, как мы поедем-то, что? Я сначала хотел клетку, думаю, и две собаки брать. Клетку, клетку, и они в фургоне выехали. И Игнатий говорит, что не пойдет. Клетка много места занимает. Как? Одну собаку надо отдавать. Я куда? Кто же на все до осени-то собаку-то возьмет? Я куда-сюда? Ну кому? Чужая собака нужна взрослая причем. Я говорю, да она дрессированная. Да мы знаем, что он дрессированный. Я к Николаю. Николаю вроде тут козу мне надо продать. Если продам, тогда возьму. Я давай молить сразу. Вроде согласился. Потом на тренировке женщина. У нее кобель четыре года. Я вот так и так едем на благовестие, надо одну. Можно я возьму? Я говорю, да пожалуйста. И она мне звонит. Говорит, такая радость. У меня, говорит, пес-то бестолковый. Четыре года уже. Убежит куда-нибудь. Я кричу. Он не прибегает. Твоя тайга бежит, его за ухо хватает и приводит меня назад. Я говорю, ты, чтобы она ему уши-то не отстригла, ты поводок привези. Дай команду поводок. Она за поводок схватит, его, как козла, приведет к тебе. Она мне звонит, говорит, ну надо же. Я, говорит, просто в шоке. Говорит, что такие собаки бывают. Мало того, она, я приехали, и мне же тайгу-то соскучился, я попроведывал. Она даже ко мне не идет. Она уже, все, у нее хозяйка, но она ее балует, раскормила, она вот такая вот уже жирная. Я говорю, не надо, она спортсменка, говорю, у меня не с ней выступать, ты что делаешь-то? И она, а можно, говорит, я как-то поучаствую в вашем деле-то? Она, оказывается, верующая тоже, учредитель детского мира, вот на Исакова магазин. Зовут ее Ирина. У нее там проблемы, землю не отнимают. Помолись. И достает пять тысяч, дает вот вам на бензин. Зовут ее Ирина, молитесь о нее. Они хорошая, добрая такая женщина. Богатая, неимоверно, но сердце вами видно доброе. Ну вот, я рад, что моя собака послужила в таком деле. Кличка Ураган тоже за него и водой там его. Мошки у нее уши накусали. Что делать? Игнар Тихович, что святой водой дал мне ватку, натер, смотрю утром. Нормально, больше не натер. Охраняла, это как? Охраняла. Насчет охраняла. В машине кто-то подойдет, все, он сразу проходит. Корова, если лошади, он сразу, кошки там охраняет, здорово. Приезжаем его, палатки ставим на цепь и он охраняет. Как-то раз слышу ночью гав-гав, а слышу лает не как на чужого. Думаю, да что такое. Потом спрашиваю, они в 4, им не спится, они в 4 утра встали, давай хворост ломать. А ему же охота палочки, ему за палочку все, что хочешь сделать. Если палочка ломает, они ему подкидывают, он этих палочек ломает и отчасти лает. А мы же спим, ему надо потихоньку, а он все это. Ну, благословенно, я рад. Я хочу сказать, когда ехали дорогой, а он, ну, жара такая, я ему говорю, ты терпи. Едем в Байкал, ты воды напьешься байкальской. А когда доехали, Сережа замочит ноги, теперь прилипнет земля туда. Я говорю, ну, Сережа, ну я же ему обещал. Я опять, я же ему обещал. И, наконец, его завели, его там видно, как он. Так, поблагодарим Бога. Так, минутку, что-то мне звонит. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Говори. Все поговорили. Я все сделал. Ну, а собрали, заканчиваем, сейчас поговорим. Да, трогать, и уезжаем. Ничего не знаю. Где он, батюшка? Его нету здесь. Он у Марина. Батюшка, у Марина спрашивай. Да. Ну, все, отошел, да? А. Ладно. Сестра интересуется. Так, Симасен. Да. Спрашивали про тебя, разговор сейчас. Было что, я говорю, было что. Я не настаиваю ни о чем, но возможность даже изыскиваться. В этом направлении работать надо. Так, к нам какие наставления, пожелания, обречения? Сохраните себя. Благодарим Бога. Мы знаем, что здесь нам мощная поддержка идет. А материальную помощь через Людмилу Степановну. Я сразу сказал, в этом раз мы не берем ни рубля, потому что нам со стороны люди подавали, и нам должно хватиться. Мы же не просто берем, а отдаем бензоколонки. Достойно. Достойно. Достойно истеково истину, блажить дитя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Те величаем. Отец наш Небесный, Владыка, Создатель и Зиждитель всего созданного, мы благодарим Тебя, что позволил нам снова возвратиться к родным и близким по духу. Ты позволил похвалиться именем Твоим, святым, что мы знаем Тебя и слышим голос Твой, и видим заботу и благость Твою, хвала Тебе, Господи, не отнимет нас милость и снова благослови в не меньшей мере. Если будет на Твою милость Твоя, святая, возврати наш, чтобы и выход был, и вход благословением. С кем встретиться, что сказать? Мы ничего не знаем, Господи, но к Тебе обращаемся. Благослови. Тебе слава за всеотечественный Святой Дух. Аминь. Уходим. Сестрички, мы делаем.